Легион здесь, мои дорогие друзья! Всем привет, и мы с вами сегодня поиграем в игру Seven Dice. Хотел сказать, то дай, но нет, это просто 7 дней. Это игра тех же разработчиков, что сделали Underworld Office, и я решил её поиграть, просто потому что меня попросили её поиграть, а я, собственно, и не против. Скажу сразу, что первоначально этот ролик будет для плейлиста, во что бы поиграть, но... Но. Если вам он зайдёт, и активность будет на этом ролике прям хорошая, то мы будем проходить игру полностью, так что всё уже зависит от вас. Ну а мы, собственно, начнём, так что поехали. Пролог. У Харона на допросе. Так, реклама. Секунду. Он мне показывает рекламу, даже если у меня нету интернета. Понимаете, в чём странность, да? Какие хитрые разработчики, они, получается, сделали рекламу не просто, зависящую от интернета здесь, а прям даже так, чтобы она показывалась и с интернетом. Но, скорее всего, вы её не увидите, потому что я её специально вырежу, потому что, ну, мне типа за рекламу никто не заносил, так что показывать я её вообще не обязан. Так что вот так вот, да. Так что не удивляйтесь, если вы вдруг не будете видеть нижние кнопки и, собственно, билеты. Итак, давайте продолжим. Это комната. Здесь. Во сне. Кто бы мог подумать, что ты попадёшь в комнату для допросов? Так. Я не знаю, кто ты такой, но, может, ты скажешь мне, что происходит? Меня зовут Харон. Я проводник в мир мёртвых. Добро пожаловать в последний сон, на границе между жизнью и смертью. Проводник в мир мёртвых? Слушай, если это у тебя такое чувство юмора... Ты умерла. Если я умерла, почему я всё ещё разговариваю? Ты ещё не готова это понять. Слишком рано. Видишь ли, ты только что пересекла реку Забвенья. Да, уж звучит как сценарий для фэнтези. Я вижу, ты не веришь мне. Позволь задать тебе один вопрос. Ты помнишь своё имя? Ну... Не помнит. Эй, как же меня зовут? Чем ты занималась до того, как попала сюда? Можешь вспомнить хоть что-то? Эй, какого чёрта? Ты? Ты копался у меня в мозгах? Позволь, я объясню. Тебя зовут Кирилл. Ты умерла и только что пересекла реку Забвенья. Ну, мы и так поняли, что она пересекла эту реку. Ну, а поподробнее можно было бы как-нибудь рассказать там? Нет? Как она умерла, например? Ладно. Смерть, река Забвенья, моё имя. Ясно. Что дальше? Твоё текущее состояние называется при смерти. Тебе будет дан шанс на воскрешение. Абсурд какой-то. Ладно, продолжай. Моя обязанность быть проводником для тех, у кого есть шанс на воскрешение. Но, конечно, тут есть кое-какой подвох. Ты должна выполнить задание, которое я тебе дам. Ага, бесплатный сыр только в мышеловке. Ты должна доказать, что достойна воскрешение. Достойна ты или нет, покажет испытание. Ясно, как на права сдавать. Хм, ну, можно и так сказать. А тебе-то что с того, что я воскресну? У меня нет особых причин делать то, что я делаю. Это просто мой долг. Тебе стоит подумать о том, зачем ты должна воскреснуть, а не спрашивать о том, что тебя не касается. Так как у тебя нет памяти, возможно, у тебя нет причины желать воскрешения. Если не хочешь стать одним из мертвецов, что бродит по загробному миру, будучи не в силах найти смысла жизни. Ты должна сначала познать себя. Итак, давай узнаем тебя получше, Кирелл. Ага, как? Ты только что сказал, что у меня нет памяти, умник. Тебе не нужна память. Ты познаешь себя во время испытания. Ах ты ж, сколько трипла мне предстоит выслушать. Я задам тебе несколько вопросов. Так, секунду, а можно... Вот, да. А то что-то очень быстро идет текст. И как вы сами могли заметить, я просто не успеваю его читать, пока это все дело не доходит до выбора. Отвечаю, как посчитаешь нужным. Насколько тщательно мне нужно обдумывать свои ответы? Все, теперь текст вообще не идет, да? Ну типа я делаю так, чтобы текст шел, но он не идет. Здесь нет правильных ответов. Окей, я понял. Чуть-чуть прибавим. Ну типа в офисе можно было вот так вот сделать, и появлялся следующий текст. Да здесь так не работает. Однако, отвечая на мои вопросы, ты сможешь узнать лучше себя. Значит, мои ответы расскажут о моем характере. Хитро. Нет, давай-ка я верну. Даже не верну, еще чуть-чуть прибавлю. Потому что текст вообще не идет, вы сами видите. Пожалуй, постараюсь отвечать вдумчиво. Ну давай, текст. Сейчас, почему это так не работает? Типа, в офисе так работало. И вот первый блок вопросов. Кирелл, о чем ты сейчас хочешь узнать? Я хочу узнать о своей семье. Большинство людей перед смертью думают о семье. Нет, все еще медленно. Еще чуть-чуть. Блин, по итогу сейчас верну то, что было. В каком состоянии ты была... А... В каком состоянии ты бы хотела достать свою семью? Конечно, я хочу, чтобы они были счастливы. Но разве твоя семья сможет быть счастливой без тебя? Они должны быть счастливы. Я просто сейчас веду... Так, пауза тут есть, слава богу. Так вот, я сейчас веду к такой... Алло, я сказал, пауза. Нахера ты мне там дальше шлешь? Текст, игра. Остановись. Так вот, я клоню к такой линии, чтобы... Ну, что... Родители, семья, неважно. Что они должны быть счастливы не из-за того, что, типа, наша героиня умерла. А из-за того, что они просто должны жить дальше. Должны дальше получать удовольствие от жизни. Я вот по этой линии иду, если что. Так что не думайте, что я клоню к тому, что героиня у нас плохая, и они должны быть счастливы, что она сдохла. Нет. Я не к этому клоню. О, твой ответ прямо греет душу. Ну и чё это за книга? Что ж, давай посмотрим из нашего разговора. Я делаю вывод, что при жизни ты была ласковым и заботливым человеком. Уверен, многих породила твоя смерть. Харон что-то пишет в своей книге. Теперь перейдём ко второму блоку вопросов. То есть два вопроса это первый блок, окей. Представь, что перед тобой стоит небольшое... Небольшое животное. Какое животное это будет? Ну, кошек я на самом деле не люблю, хоть очень много роликов у меня посвящённых именно кошкам. Так что я выбираю вот это. Собака. Ну, мне собаке как-то больше нравится, чем кошке. Как ты думаешь, почему перед тобой стоит собака? Пёс, наверное, рад, что я дома. Да, это же хороший мальчик. Как ты себя поведёшь с собакой? Давай вариант. Почешу ей животик? Животчик, конечно. Почешу ей животик, конечно. А, вижу собаке это очень нравится. Она будет очень рада, когда ты опять придёшь. В общем, Кирелл... Ты собачица? Так, всё ещё медленно. Давайте ещё чуть-чуть. Вот прям вот чуть-чуть прибавлю. Да. Ага. Вот как. Спасибо за ответ. Опять же, что-то пишет в книге. Но он делает какие-то выводы о нас. Давай я подведу итоги. Ну, как я уже и сказал. Хм. Я вижу, что ты довольно эмоционально. Значит, ты умеешь сочувствовать. Радости и боли других людей. Харон что-то пишет в своей книге. Пришло время третьего блока вопросов. Когда ты воскреснешь, что сделаешь первым делом? Блин, хороший вопрос. Ну, я просто не ставлю, как бы, позицию, что бы делала Кирелл. Типа, потому что мы её истории не знаем. Я ставлю в позицию, что бы делал я в такой ситуации. Потому что я даю конкретно свои ответы, какие я хочу. Поэтому я ставлю себя на её место. И что бы я делал, если бы я вернулся к жизни? На самом деле, тут нет варианта того, что я бы делал. Но... Придётся выбирать из этих двух. Ну, типа, выяснять, почему я умер... Ну, опять-таки, повторю, я ставлю себя на её место. Довольно-таки... Ну, нелогично. Ну, например, я не знаю. У меня где-нибудь в подворотне убили гопники. И, типа, ради этого я воскресал, чтобы узнать это. Ну, спасибо, классно. Такое. Поэтому, я думаю, будем пытаться жить счастливо, чем выяснять, почему мы погибли. Попытаясь жить счастливо? Аааа, счастье. А что для тебя означает счастье? Капец, философский вопрос. Пошли. Кое от чего избавиться, как я себе и обещала. Ну, у тебя же нет памяти, алло. То есть, она ничего не помнит, но при этом помнит, что она что-то себе обещала. Классно. Нет, я не знаю, насчёт второго ничего, поэтому выбираю первое. Не знаю. Просто жить, как все люди. Нормально. Тогда что означает для тебя жить нормально? Создать семью и жить для семьи. Ааа. Очень типичная и очень хорошая жизнь. По-моему, всё ещё медленно как-то. В любом случае, твои ответы будут довольно интересны. Были довольно интересны. Я и должен сказать, ты стоишь усилий, которые я вкладываю в твоё воскрешение. Ты инициативно и позитивно. И сможешь заработать себе на пропитание, где бы в итоге не оказалось. Харон что-то пишет в своей книге. А теперь перейдём к финальному блоку вопросов. Кирелл. Ты готова начать испытание? Честно говоря, страшновато. Скажи мне, что конкретно тебя пугает? Меня пугают предстоящие испытания. Как тебе кажется, что это будет за испытание? Ну, типа преодолеть себя, что-то в этом роде. И что именно в себе тебе нужно будет преодолеть? Свою слабость. Преодоление слабости заставляет человека расти. Жду не дождусь, чтобы увидеть, насколько ты вырастешь. Так, мои вопросы подходят к концу. Однако, при всей своей решимости, ты показала себя ещё и очень осторожным человеком. Хочется надеяться, что мудрость твоя будет так же велика, как и осторожность. Всегда спрашивай себя, что означает это испытание. Харон что-то пишет в своей книге. Всё, у меня больше нет вопросов. Можешь ли ты сказать, что теперь знаешь себя немного лучше? Я чувствую, что ты мягкий и участливый человек. Но поможет ли тебе твоя мягкость и участливость, когда ты оказалась на границе между жизнью и смертью? Я буду внимательно за тобой наблюдать. И болеть за тебя. Значит, вот я какая. Ты теперь начинаешь понимать, что ты за человек. Перейдём к испытанию, которое ты должна выполнить, чтобы воскреснуть. Во-первых, возьми это. Вы взяли компас с мёртвых. Ага. И чё мне с этим делать? Твоя задача. Идти туда, куда указывает компас. У тебя семь дней. И что? Там будет портал воскрешения или что-то в этом роде? Мне нечего тебе ответить. Я не могу вдаваться в подробности, но... Когда ты придёшь в то место, куда приведёт тебя компас, произойдёт нечто важное. Стрелка компаса, который дал мне Харон, просто вращается по кругу. Это, я так понимаю, мысли нашей героини. Кажется, ты хочешь спросить меня о чём-то. Этот компас сломан? Стрелка остановится только тогда, когда рядом с тобой кто-то умрёт. Отсюда и название. Компас мёртвых. Значит, кто-то должен умереть, чтобы этот компас начал работать. Так, я думаю, надо ещё поднять. Медленно. Очень медленно. Стой. Значит, я должна кого-то убить, чтобы пройти испытание? У тебя есть такая возможность, но тебя никто не заставляет. Если тебе это не по душе, тогда прими смерть. Я расцениваю это как-то... Я расцениваю это как-то, что ты принимаешь для себя такую возможность. Тогда позволь, я продолжу объяснение. Когда начнёшь испытание, ты встретишь людей, которые либо умерли с тобой в одно время, либо как-то с тобой связаны. Ты должна пройти это испытание вместе с ними. Но это же не значит, что я должна буду с ними драться, да? Здесь нет ограничений. И нет правил. Неважно, будете ли вы помогать друг другу или соперничать друг с другом. Единственное, что меня волнует, выполнишь ты своё задание или нет. От всех вас будет требоваться то, что я буду с ними драться. Это только выполнение задания. Однако помни, у каждого из вас разные видения задания. Значит, эти люди должны выполнить какие-то другие задания. А компас будет работать только если кто-то из них умрёт. И у меня всего семь дней. Ты готова? Я могу сказать тебе только одно. Желаю удачи. Я, кстати, понял, как листать на следующие реплики. Может, меня поздравить. Надо не вниз делать, как... Ну, типа, обновлять сообщение. Никак... Блин. Ай. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Короче, надо не делать вниз, как было в офисе. Надо просто нажимать на экран. Всё оказалось куда проще, чем могло показаться. Достижение разблокировано. Харон переносит нас на локацию испытания. Испытание. Следуйте туда, куда укажет компас мёртвых. Сейчас его стрелка вращается по кругу, но как только кто-то умрёт, он покажет нужное направление. День 1. Первый попутчик. Это что? А, хронология? Ё-моё! Нифига тут всё запутано! Это... Это, конечно, капец. Ну-ка. Три, четыре, пять, шесть, семь. Ага. Понял. Ну, конечно, в сравнении с офисом здесь... Просто очень всё перепутано и всё между собой так связано. Сильно. То, что в офисе была просто одна прямая линия, в котором можно было сделать выбор. Либо в одну сторону, либо в другую. И это меняло ход сюжета. А здесь прям вот так. Ха. Конечно, прям... Капец. Ну, ладно, а что тут? Ну, тут у нас персонажи. И это, я так понимаю, у нас информация о персонажах. Как было, собственно, в офисе, но там было просто кратко какое-то их описание. А здесь, видимо, будут прям записываться их мысли. Ну, по крайней мере, мысли Кирелл. Так, компас мёртвых работает только когда кто-то умрёт. Я потеряла память и не помню ничего, кроме своего имени. Харон сказал, что я воскресну, если завершу испытание. Это мой шанс. Или мой крест. Хорошо. Да, блин. Стрелка, работай. Верни меня обратно. Харон. Тёмный жнец или бог смерти? О-о-о. Как он стильно выглядит, слушайте. Прям реально стильно. А он проводник в мир мёртвых. Ну, собственно, этот Харон у меня на превьюшку тогда и пойдёт. Всё. Если ничего интересного не будет. День 1, раннее утро. Хм. Это не комната для допросов, где был Харон. Так что... Значит, испытание началось. Компас мёртвых будет работать только если кто-то умрёт. Значит, мне надо найти других людей. Но тогда... Как мне поступить с тем, кого я встречу? Как с другом? Пока не могу сказать. Буду смотреть по ситуации. Так, разрушенный город. Ой, даже так можно? Можно приблизить, а? А я не помню, а в офисе разве можно было так делать? Надо будет проверить. Когда буду собирать материал на... Концовки другие. Да-да, я уже скоро начну работать над этим. Потому что я уже всё свободен. Так что... В скором времени можете уже ждать. Другие концовки. Кажется, в любой момент могут выползти зомби. Ой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Успокойся. О! Так ты живой человек? Фух. Уф, на секунду мне показалось, что ты зомби. В общем, привет. Меня зовут Хильда. Я Кирел. Рада познакомиться. Хильда плюс один симпатия. А я переживала, как же мне выполнить задание в одиночку. Хорошо, что ты здесь. Видишь ли, я не смогу выполнить своё задание, если буду одна. Я тоже. Только ради меня кто-то должен умереть. Я должна передать письмо от сердца. Но мне просто дали сумку с бумагой. И даже не сказали, какое именно письмо. Я должна отдать и кому. Этот хор, он какой-то... Бестолковый. Так, на этом давайте мы с вами пока остановимся. Потому что, я как уже сказал, у нас просто... Обзорный ролик. Ну, или же просто... Пробный. А будет ли продолжение или нет, уже зависит полностью от вас и вашей активности. Так что, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, и не забывайте подписываться на канал, если до сих пор этого не сделали. Ну, а здесь был Легион. Увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok